всем привет меня зовут саркис и это атом дуба канала физики я наконец-то собрал свой генератор в андеграфа позволяющий получать высокие напряжения поэтому следующие несколько видео будут об электричестве это видео будет о том как устроены подобные генераторы и для чего они нужны а вот в следующих видео мы проведем много классных экспериментов с ним который позволит узнать много интересного все вы наверняка знаете что при трении двух разных материалов друг от друга можно получить электрический заряд который будет притягивать всякие мелкие бумажки пыль и даже отклонять струю воды я вот например использую канализационную пвх трубу и носок работает не хуже знаменитой эбонитовой палочки любое вещество состоит из положительно заряженных ядер атомов и отрицательно заряженных электронов которые вращаются вокруг них обычно в веществе положительного и отрицательного заряда поровну поэтому суммарный заряд равен нулю такое тело не заряжено но когда носок касается трубы то электроны переходят с носка на трубу потому что электроны лучше притягиваются к молекулам трубы чем к молекулам носка трение это такой способ привести в контакт как можно больше молекул поэтому во время эксперимента лучше еще нажимать на носок силой но не все осознают что вот таким вот простым способом достигается напряжение в тысячи вольт чтобы убедиться в этом я рекомендую проделать этот эксперимент в абсолютной темноте например заперевшись в комнате без закон в туалете и пронаблюдать вспышки разрядов возникающие при трении на скап трубу мой генератор ванда графа тоже получает заряд за счет соприкосновения двух материалов друг с другом однако он умеет получать куда большие напряжения при этом устроен он довольно просто в нижней части генератора закреплен двигатель он нужен чтобы вращать специальную ленту на оси двигателя нужно закрепить что-то что при соприкосновении будет заряжать ленту я перепробовал целую кучу материалов надевать на ось а также несколько вариантов лент в качестве ленты лучше всего работал медицинский бинт мартенса а на ось я в итоге надел кусочки все той же пвх трубы которые очень хорошо притягивает электроны заряжаясь отрицательно а положительно зарядившаяся лента вращаясь несет свой заряд наверх и этот заряд будет накапливаться на металлическом шаре все больше и больше кстати если я хочу чтобы шар зарядился не плюсом а минусом я просто просовываю свои пальцы в трубу кожа при трении отдает электроны напряжение на шаре накапливается действительно большое судя по размеру пробивающих молний 100000 вольт набирается крутые генераторы ванде графа умеют получать миллионы вольт их используют физики чтобы ускорять частицы до больших энергий подожди подожди я почему это у тебя лента всегда только приносит заряд на шары никогда его оттуда не уносит чтобы ответить на этот вопрос нужно разобраться в одном очень важном свойстве проводников ведь шар в отличие от ленты специально сделан из металла хорошо проводящего материала объяснение будет для обывателя прошаренные чуваки сами прочитают про теорему гаусса и экранировку предположим есть кусок металла и внутрь него каким-то образом попал заряд пусть это будет кучка отрицательных электронов однако если это металл то не пройдет и доли секунды как их там уже не будет потому что это кучка электронов они все друг от друга отталкиваются очень быстро весь избыточный заряд окажется размазанным по внешней стенке металла очень очень тонким слоем то есть заряд всегда скапливается на внешней поверхности проводников поэтому ленты не может взять заряд с шара внутри его просто нету это и есть основной принцип работы генератором андеграф то есть вся фишка в том что мы подносим ленту изнутри шара они снаружи шар я сделал из двух салатниц купленных в кей внутри шара втулка из велосипеда на которой и держится свободно вращаясь лента заряд с ленты на шар попадает либо через эту втулку либо с помощью дополнительного провода поднесенного максимально близко к ленте в конце он разделен на множество мелких острых проводников дело в том что через воздух на острие намного лучше стекает заряд половник в которой бьет молния заземлен через корпус генератор при ударе молнии большая часть заряда уходит в землю поэтому если не ждать то следующая молния получится меньше и еще одна важная часть генератора без которого не будет работать этот веер из проводов заземлен он уносит отрицательный заряд накапливающийся на пвх трубе чтобы то могла продолжать отнимать электроны у ленты я также пробовал заменить этот веер куском фольги подложив его под материал на оси двигателя но получалось чуть хуже это я кстати тестирую кожезаменитель вместо пвх разворотив старый ботинок на этом мы пока и завершаем но ты жди следующих видео с экспериментами с высоким напряжением а также узнай как я пережил удар молнии в руку